Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы с вами отвечаем на вопросы наших зрителей. И сейчас попытаемся ответить сразу на несколько вопросов, которые зрители нам присылают. Вот в частности такой вопрос. Почему Бог менял имена? Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Ну, вообще говоря, конечно, этот вопрос, он такой достаточно широкий и интересный, и затрагивает собой сразу несколько областей и богословий, вообще разных сторон, в том числе и человеческой жизни. Ну, во-первых, в чем суть имени? Мы сталкиваемся с понятием имени буквально в самом начале книги Бытия, когда Господь приводит к Адаму животных для того, чтобы Адам давал им имена. Ну, конечно, было бы весьма наивно представлять себе этот всем известный библейский образ райского блаженного существования первого человека, как просто, так сказать, ну, такую детскую картину, да, когда, так сказать, к Адаму привели котика, он назвал его котиком. Привели льва, он назвал его львом, и, так сказать, просто каким-то своим детским лепетом обозначил для себя каким-то образом вот имя, как сочетание звуков очередного живого существа в окружающем его блаженном райском мире. Конечно, суть происходящего была совершенно иной. Это то, что делал Адам, было частью исполнения им заповеди, данной Господом Богом в раю, о том, чтобы возделывать и хранить рай. Собственно говоря, по учению святых отцов, миссия Адама, как и вообще миссия человека, состоит в том, чтобы передавать состояние обожжения окружающему миру. То есть человек создан для того, чтобы прийти в состояние обожжения. Не будучи Богом по своему существу, по своему естеству, человек может воспринять божественные черты, и может приобщиться к божественной жизни, к божественному существованию через взаимодействие с божественными энергиями. Эти божественные энергии, обожаясь, то есть входя вот в этот процесс феозиса, как его называют, обожжения святые отцы, он эти благодатные энергии изливает и на прочий созданный Богом мир, привнося в него божественную благодать и дар словесности. Вот как раз-таки вот это дарование имен существам уже и является таким приобщением их к словесному, божественному существованию, к наделению этих существ особым божественным смыслом. И Адам, он не просто дает имена, он провидит саму сущность, саму суть того живого существа, который приводит к нему Господь. То есть это такой момент, элемент сотворчества Адама и Бога, когда Господь принимает те имена живых существ, которые им дает Адам. Адам в этот момент и сам Адам учится постигать таинственные воли Божии, таинственный замысел Божий о каждом существе. И в то же время продолжает действие божественного промысла в этом мире, который создал этот мир и приводит его во все более и более тесное сосуществование с собою. То есть продолжает изливать на него свою благодать и свои творческие божественные энергии, уже используя Адама как такое важное передаточное звено в этой божественной иерархии между Богом и сотворенным им тварным миром. Почему человек называется венцом природы? Потому что он приносит в этот мир осмысление и обожение. Он привносит в этот мир смысл всего его бытия и всего его существования. И в этой связи мы видим, что имя является не просто именем, но выражением определенного смысла. Бывают ситуации, когда смысл может изменяться или носить какой-то определенный ограниченный характер для того, чтобы выразить не всю полноту, но лишь какую-то часть божественного замысла об этом существе или об этом человеке. И поэтому мы видим, когда Господь повелевает кому-то дать одно имя, там какое-нибудь «скоро догони и быстро постигни», там, да, такое, в общем-то, которое является не именем, безусловно, для повседневного использования, а таким вот именно выражением определенного смысла. Вот поэтому, например, и в пророчестве, известном Исаии, о пришествии в этот мир Господа нашего Иисуса Христа, и сам будущий Мессия называется Эммануилом, потому что это имя означает «С нами Бог». И вот эта мысль о соприсутствии Бога со своими людьми, вот это торжествующее Эммануил, оно выражает суть того, что должно произойти. И вот некоторые наши зрители тоже недумевают и спрашивают, почему Исаии было предсказано о том, что Мессию назовут Эммануил, а его назвали по-другому. Ну, потому что имя Иисус, действительно, Спаситель, оно в конечном счете намного полнее выражает суть божественного подвига, пришедшего в мир Христа, что никак не отменяет и его имени Эммануил, которым, может быть, не пользовались бы ту, но которым пророк выражает тоже определенный смысл, определенный аспект, которые выразились в пришествии в этот мир Мессии, как сопребывание Бога и человека вместе в этом мире, как особое такое сопребывание благодаря пришествию в мир второй ипостаси Святой Троицы, боговоплощению и появлению на этой земле Эммануила в таком вот божественном смысле, действительно, этого смысла и значения этого слова. И поэтому, собственно, и в отношении самого Бога Израиль знал и использовал разные имена, Адонаи, Господь, Саваоф, Господь воинств, и, наконец, имя Иеговы или Яхвы, что означает сущий, имя, которым Израиль не пользовался настолько глубоко и возвышенно, оно отображало действительно саму суть божества. Поэтому трепеща под этим именем, под которым Господь открылся Моисею, Адзь есмь сущий, Иеговы означает, или Яхвы означает сущий, то есть тот, кто в действительности, в полном смысле этого слова существует. И вот высота, глубина этого божественного откровения окружалась таким благоговением в израильском народе, и что этим именем пользовались только единожды в году. Это имя возглашал, произносил первосвященник во время празднования Йом-Кипур, судного дня, после совершения всех необходимых очищений храма и алтаря, священник возглашал вслух всех первосвященник вот это непроизносимое имя Бога, Иегова, сущий. И поэтому мы видим, что имя является выразителем определенного смысла, но зачастую в определенный момент жизни или каких-то событий в истории человечества или жизни отдельного человека. Вот когда происходит какая-то такая существенная, важная перемена, происходит и вот эта перемена имени. И мы видим, что Господь в какой-то момент, когда отдает обетование о том, что от Авраама и Сары Он произведет многочисленное потомство, подобное песку морскому, то Он меняет имена и самих праотцов. И Авраам, Авраам из высокого отца, что означало изначальное его имя, становится Авраамом, отцом множества. Одна лишь буква меняется в его имени, но меняется смысл. Так это был отец высокий, высокий по духу, высокий по своей жизни, по своей праведности, но благодаря им и благодаря благословению Божию он становится отцом множества, множества людей и даже множества народов. Подобным образом и Сары, имя, которое означает княгиня, госпожа, становится Сарой, что означает уже не просто княгиню какого-то отдельного народа, но княгиню над всем человечеством, ну, по крайней мере, по некоторым таким объяснениям. И надо сказать, что вот эта традиция изменения имени, она продолжает сохраняться и до сих пор в практике восточных народов, в частности, например, арабов. Вот там у человека меняется имя после того, как он, вступив в брак, рождает своего первого сына. После этого имя человека меняется, потому что, став отцом первенства, он приобретает совершенно новый, иной статус вообще во всем вот этом восточном обществе. Ему есть кому передать линию его рода, ему есть кому передать и свое имущество, он становится полноценным человеком на этой земле. То есть, совершенно иным по статусу членом этого общества. И с тех пор его начинают называть не его именем, но именем его первенца сына, с добавлением частицы Абу. То есть, ну, например, человека звали, я не знаю, Ханиф. А у него родился сын Халав. Вот его имя Ханиф перестает употребляться. Он начинает именоваться Абу Халав, отец Халава. И под этим именем его начинают уже знать и воспринимать все его прежние знакомые. Точно так же его супруга, которую достоилась родить первенца, она тоже получает такую приставку Ум или Эм к своему имени. Ее называют уже теперь не просто там Лейла или Саида, а Ум Халав или Эм Халав, в зависимости от конкретного диалекта, и здесь вот этого арабского языка. То есть, мать Халава. Ну, то же самое в отношении любого другого имени, которое я просто взял, ну, так сказать, произвольно для того, чтобы объяснить сам принцип того, как меняется имя, меняется социальный статус, меняется суть самого человека. Эта традиция изменения имени, она достаточно широко, как мы знаем, использовалась и продолжает использоваться и в нашей православной жизни. Ведь, во-первых, конечно, это происходило с принятием крещения. И мы видим, что вот в первые времена и эпохи нашего с вами существования как христианского государства наши князья, да и просто обычные люди, принимая крещение, принимали и новое христианское имя. И мы видим наших древнерусских князей, которые нам известны под двумя именами. Ну, например, благоверный князь Ярослав Мудрый в крещении носил имя Георгия. Его супруга Ингегерда известна нам сейчас как благоверная княгиня Анна. И точно так же в отношении первых поколений древнерусских князей все они нам известны под двумя именами. Да, под своим языческим именем или своим именем, которое получено ими при рождении, и именем крещальным. Вот поскольку крещальное имя означало то, что у человека появлялся святой покровитель. Князь Владимир принимает имя Василий в честь Василия Великого и становится едва ли не столь же мудрым, как его божественный и святой покровитель великий Василий, архиепископ Кесарий Каппадокийский. Меняется сама суть, сама жизнь человека, само его содержание. Любопытно, что вообще эта традиция в нашей истории сохранялась достаточно долгое время. Например, на Верхнем Дону, как правило, у кузаков тоже было два имени. И очень любопытно было их употребление. То есть, как правило, одно имя использовалось в быту, как тогда говорили, на улице. По уличному человека звали одним именем, а имя крещальное сохранялось втайне. Его знали только родители, крестные, и сам носитель этого имени. И когда он приходил исповедоваться или причащаться, исполняя, так сказать, свой долг говения в храм, то это имя, его крещальное христианское имя, называлось ему священником на ухо. Так, чтобы окружающие этого тайного христианского имени казака вот этого Верхнедонского не знали. Вот это такое очень интересное, своеобразное уже этнографическое продолжение той древней, давней традиции ношения двух имен, которые заимствованы еще вот от тех давних времен крещения Руси. Ну, это, так сказать, можно отнести к таким историческим и этнографическим курьезам. А вместе с тем продолжает сохраняться многолетняя практика, связанная с переменой имени, когда меняется статус человека в отношении к этому миру. Ну, в первую очередь, это имеет отношение к принятию человека монашества или священства. Дело в том, что, конечно, когда человек принимает монашеский постриг, считается, что рождается новый человек в этот мир, уже совершенно иной. И бывали действительно такие ситуации, которые, например, отражены в романе нашего замечательного филолога Евгения Подолазкина Лавр о том, как вот его герой в Древней Руси 15 века в течение жизни несколько раз меняет свои имена, меняя и само содержание своей жизни. Подобные вещи были характерны и для Древней Руси, и вообще для православной традиции. Человек действительно мог в течение жизни несколько раз изменить свое имя. Первый раз он получал отдельное имя в крещении свое, потом он получал имя при принятии иноческого пострига, затем при принятии малой схемы, затем при принятии великой схемы он мог поменять имя, а также существовала еще очень широко распространенная в Средневековье традиция, когда человеку меняли имя при посвящении в священный сан, даже без принятия монашества. Человек принимал священство, ну это вот в основном, правда, это более традиция, распространенная у греков и на Востоке, вот в такой грекоязычной православной традиции, там при принятии священного сана, поскольку кардинальным образом меняется вся жизнь и все достоинства человека, который теперь приобретает ни с чем не сравнимое в мирской жизни достоинство священного сана, меняется вообще все содержание, наполнение, смысл человеческой жизни и, в общем-то, логично требует нового имени от этого человека, нового посвящения. Ну, безусловно, это влияет на человеческую судьбу, как, собственно, является скорее таким просто, может быть, выражением нового и такого достаточно крутого, радикального поворота этой человеческой судьбы, которую она приобретает вот с такими важными переменами, как принятие священства или принятие пострига монашеского, что, в общем, действительно, конечно, очень сильно меняет всю человеческую жизнь, всю человеческую судьбу. Но есть и еще один весьма любопытный момент, связанный с переменой имени. Он содержится в книге Откровения Анны Богослова, в котором говорится, Господь дает обетование верующим в Него, побеждающему, дам сесть на престоле со мной и дам ему новое имя, которого никто другой знать не будет, обещает Господь. Я не очень точно привожу сейчас цитату из Откровения, но смысл ее такой, да? То есть дам ему новое имя. Что это будет за новое имя? Это имя, которое даст Господь человеку, победителю, тому, кто удостоится войти в Царство Небесное, кто получит вот это окончательное и последнее в своей жизни имя, имя, которым сам Господь выразит всю суть жизни и подвига человека, который он совершил на этой земле. Вот это уже та глубина, таинственная глубина отношений Бога с человеком, можно сказать, даже какая-то интимная, сокровенная глубина, когда только Господь знает в полноте и во всей глубине человеческую душу, и только Господу открывается в полноте человеческая душа, и это дает возможность даровать ему, этому человеку, совершенно новое, совершенно особенное, божественное имя, которое будет вот таким словесным, логическим, в таком неземном понятии логики, а логика как логоса, как слово, вот такой связью между Богом и человеком на всю вечность, на все века. Вот нам всем предстоит либо на веки остаться безымянными, либо приобрести вот это имя победителя, то имя, которое будет дано нам Богом, и которое раскроет всю нашу последнюю, окончательную суть. Заметим, очень интересный есть момент в Евангелии, да, где Господь повествует о богаче и Лазаре. Ведь как интересно, смотрите, Лазаря Господь называет по имени Лазарь, а богач не удостаивается того, чтобы сохранить свое имя, пускай даже в таком отрицательном контексте среди тех, кто читает Священные Евангелия, среди своих возможных потомков. Потому что этого человека нет в книге жизни. Это человек, который погубил себя, погубил всю свою жизнь своими греховными наклонностями, своим немилосердием, в то время как Лазарь своим терпением, безропотностью, своим принятием и скорбей удостаивается того, чтобы получить вот это имя, под которым мы до сих пор не знаем его, знаем о нем. вот это лишнее напоминание, не лишнее, вернее, напоминание нам о том, что мы можем либо навсегда потерять и то имя, которое имеем, либо навсегда приобрести то имя, которое будет сопутствовать уже с нами всю вечность и никогда уже не будет изменено, поскольку это будет то имя, которое будет известно лишь Богу и нам, и дай Бог каждому из нас, кто сейчас нас слушает, кто с нами собеседует посредством камеры и экрана, навсегда во всю вечность сохранить и получить то божественное имя, которое обещает дать нам в откровение от Анны Богослова Господь наш Иисус Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.